С эвакуацией повременили. Хирурги кардиоцентра АКМА делали операцию на сердце, пока кровля здания горела открытым пламенем. Украли транспорт и память. У Благовещенца без ног угнали электронную инвалидную коляску. Полицейские восстановили справедливость. Ограничения ради очищения. Горожане рассказали, как понимают смысл Великого Поста и что не позволяют себе в эти дни. Подробнее обо всем в материалах наших корреспондентов в эфире программа «Город». Здравствуйте! Благовещенские врачи сегодня успешно провели операцию на сердце в экстремальных условиях. Она шла в то время, когда крыша кардиохирургического центра АКМА полыхала открытым пламенем. Тушили пожар больше 60 спасателей. На месте работала Кристина Слепцова. Жарко становится только от одного взгляда на эти кадры. Крыша кардиохирургического корпуса Амурской медакадемии на Горького 97 загорелась в полдень. Дым было видно за несколько кварталов. Спасатели оказались на месте через пару минут. И сразу определили пожар третьего максимально возможного в Преамуре ранга сложности. Пока пожарные, их здесь больше 60 человек, пытаются потушить полыхающую крышу. На первом этаже кардиохирургического центра идет операция. Спасатели заверили, вода в помещение не попадает. Значит, жизни медиков и пациента ничего не угрожает. Эвакуировать из КХЦ пришлось больше 70 человек. Пациентам помогали 6 бригад скорой помощи. Одна реанимационная и две бригады медицины катастроф. Больных разместили в Амурской областной больнице в зависимости от тяжести состояния. Во время пожара ни один человек не пострадал. А вот деревянную крышу огонь повредил по всей площади. Это больше полутора тысяч квадратных метров. Осуществляется также эвакуация дорогостоящей специальной техники со второго и первого этажей кардиохирургического центра во избежание попадания дополнительной влаги. В общем, предпринимаются все возможные меры для ограничения развития пожара и перехода его на нижележащий второй этаж. Локализовать пожар удалось только спустя полтора часа. Помимо пожарных на месте работала городская прокуратура и власти. Мэр Олег Имамеев рассказал, что город готов помочь пострадавшему медучреждению. Предварительная причина известна или нет? Нет, это будет установлено уже отделом назарной деятельности лаборатории. Здание является объектом культурной следствии. Скорее всего, перекрытие деревянное, да, мы про это говорили? Да, второй этаж деревянный, это точно в настоящий момент определенно. А дальше будет установлено. Предварительную причину ЧП озвучила городская прокуратура. Возможно, пожар случился из-за нарушений в работе электропроводки. Экстренное совещание для разбора ситуации собрал губернатор Василий Орлов. По его итогам здание решили законсервировать и подготовить документы для его последующей реконструкции. Дано поручение управления МЧС проверить все аналогичные объекты здравоохранения. Еще раз взять на контроль состояние, в том числе электропроводки, чтобы не допускать таких случаев впредь. Во-вторых, конечно, медицинские работники и те, кто остались на своем боевом посту, продолжали операцию. А также пожарные, кто проводили операцию по ликвидации этого пожара, должны быть представлены к соответствующим наградам. И еще одна резонансная новость. Инвалидную коляску украли у благовещенца без ног. Транспорт он оставил на автомобильной парковке. Здесь парковка, которая под камерами, где куча машин, где такое оживленное движение. Меня здесь все знают, люди, соседи все знают. Оставил коляску, я ее не первый раз оставляю. И все, поехал на учебу, сегодня побыл на парах. В три часа приезжаю, а в четвертом часу коляски нет. Юрий Сергеев вызвал полицию. Правоохранители сработали быстро, транспорт нашли по горячим следам. Вернули владельцу. В полиции предполагают, что похищение было совершено с целью дальнейшей продажи коляски. Она, кстати, не простая, электронная, но хозяину дорога еще и как память. Это подарок экс-министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Погоня за мотоциклистом развернулась накануне в центре Благовещенска. Двухколесный транспорт был без номеров и разъезжал по улице Ленина, где движение мотоциклов запрещено. Это и привлекло внимание экипажей ДПС. Они попросили гонщика остановиться, но тот стал удирать. Догнать нарушителя удалось на пересечении улиц 50-летия Октября и Красноармейской. Там рулевой железного коня не справился с управлением и наехал настоящую иномарку. Его задержали. У 50-летнего водителя не оказалось документов на мотоцикл. Имя владельца сейчас устанавливают. Внимание полиции привлек и другой рулевой. После того, как прицепил к заднему бамперу свои легковушки, бетонные конструкции и поехал по своим делам. Допустив сразу два административных правонарушения. А вот по факту возгорания иномарки на улице Загородной никто в полицию не обращался. Зато яркие кадры стали достоянием пабликов. В субботу 3 апреля полностью перекроют проезжую часть на Кузнечное между Текстильной и Широкой. Этот участок уходит в ремонт до 24 числа. Водители просят продумывать о бездной пути заранее. Перекрыты с четверга и два участка магистральных улиц города. На Горького от 50-летия Октября до Шимановского подрядчики приступили к замене канализации. Из-за работ автобусы шести городских маршрутов номер 3, 5, 7, 15, 19 и 20 стали ходить в объезд. На перекрестке Мухина-Октябрьской тоже идет ремонт подземных сетей. Он продлится около месяца. Все это время Кольцо и 11-й будут ходить по новой схеме. Такая мера во время дорожной кампании неизбежна. Рулевых просят отнестись с пониманием и не отодвигать ограждающие заборы. Двигаться по закрытым участкам сейчас опасно. Благовещенский городской суд разрешил торговому центру в районе ВДНХ открыться после трехлетнего простоя. Однако городская прокуратура с таким решением не согласна. Напомним, в мае 2018 года в ходе проверок в здании были обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Именно поэтому торговый центр закрыли и постановили открыть его только после устранения всех недостатков. Последнее заседание по этому вопросу в горсуде состоялось в феврале. Представитель прокуратуры города, участвующий в данном судебном заседании, возражал против удовлетворения заявленных требований. Представитель главного управления МЧС России по Морской области также просил суд в удовлетворении заявленных требований отказать, указав на то, что проверки данного объекта проведены в 2018 году и с указанного времени более проверки не проводились. Прокуратура намерена обжаловать решение городского суда об открытии торгово-развлекательного комплекса. Узнавать информацию по судебному производству стало быстрее и удобнее. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Морской области появилась группа телефонного обслуживания. Для чего она создана? Ну, прежде всего, для решения проблем в максимально короткие сроки. Проблемы могут возникнуть разные в рамках исполнительного производства, как у должников, так и у взыскателей. Это первоочередная задача. И вторая задача – это предоставление гражданам информации, которую они хотят. В группе телефонного обслуживания работают два специалиста. Они ежедневно отвечают на два десятка звонков по самым различным темам. Обратиться можно в будние дни с 9 утра и до 6 вечера. В пятницу с 9.00 до 16.45. Наиболее популярны – это снятие запрета с транспортного средства, снятие ограничений со счетов и, наверное, по алиментам, по выплате либо не выплате алиментов. По алиментам – это взыскатели в основном. По запрету на транспортные средства – это либо должники, либо лица, которые купили транспорт у должника. Россияне стали на четверть чаще покупать продукты с пометкой «Постный». Об этом сообщили в аналитическом ресурсе «Чек-индекс», на обрабатывающем ежедневно свыше 44 миллионов чеков с более миллиона онлайн-касс в России. Благовещенск в этом смысле не отстает. Пост горожане чтят. Впрочем, каждый понимает его смысл по-своему. Разные взгляды на эту традицию и у героев нашего следующего сюжета. Сегодня мы готовим постное блюдо бешбармак. Для этого нам понадобится морковь, соевый белок, пекинская капуста, картофель, тесто и специи. Вот так поворот. Традиционное блюдо киргизов и казахов повар Эдуард Даманский может приготовить так, что даже постящийся съест и похвалит. Клиенты этой службы доставки, которая специализируется исключительно на правильном питании, так и делают. Эдуард делится. Отдельного постного меню у них нет. Клиенты сами просят. И готовить такие блюда приходится раз за разом. Себе повар лишнего в еде тоже не позволяет. Но не потому что постится. Скорее придерживается правильного питания. И это понятие считает шире. Минус такого поста в чем? В том, что человек какое-то время живет без мяса, без яиц, без рыбы. Но потом опять возвращается к убойной пище. Опять возвращается. И смысл такого поста немного выхолачивается. В меню повара пирожки из бездрожжевого теста, котлеты фасолевые и чечевичные, салаты, вареники. Овсяная каша с ягодами – любимое постное блюдо Владимира Хохулина. Но готовит для него исключительно супруга. Постится и ходит в храм Владимир Иванович последние 27 лет. Говорит, в 43 года, пройдя обряд крещения, словно новую жизнь начал. Поначалу ограничения в еде раздражали. Владимир – знатный мясоед. Но быстро понял – пост не диета. Это не диета, это ограничение себя. Себя ограничиваем, укрепляем. И пытаемся, может быть, пафосно сказано, подорожать терпению Христа. Владимир – пенсионер и во время поста старается ежедневно посещать церковь. В этом году ходит в храм Ксении Петербургской. Говорит, он новый, и его нужно намаливать. К слову, в пост богослужения в храмах проходит иначе, чем в обычные дни. Читаются в основном покаянные молитвы. Молитвы, которые читают каждый день в пост, это самые распространенные. Это молитва Ефрема Сирина. Молитва короткая, но она просит у Бога избавить от самых частых распространенных дурных наклонностей. Самая главная молитва – это молитва искренняя, молитва покаянная. Задача постящихся, напоминает в храме, встретить Пасху с очищенным телом и мыслями, избавиться от страстей и вредных привычек. И добровольные ограничения – кратчайший путь к этому. Эмма Шаповалова, Дмитрий Козлов, программа «Город». Соблюдаете ли вы пост? И в чем это выражается? С таким вопросом наша съемочная группа обратилась к прохожим на улице. Ответы уже в эфире. Верующие, наверное, в основном соблюдают посты. А вы не верующие? Ну, в какой-то степени верующие, но не до такой степени. Пост, ну, значит, не есть ничего, да? А есть охота. Вот поэтому и не соблюдаем. Я по средам соблюдаю, например, ради того, чтобы не жить, не быть толстой. Я – нет. Я охотенькая и люблю мяско поесть. Стараюсь овощи, мясо нельзя туда-сюда. Да. Это я все соображаю. Пост надо соблюдать, но я не соблюдаю здоровье. Не позволяет. Только по этой причине. Я соблюдаю. Как? Как? Вот сегодня мы, жена капусту с чем-то сделала, салат, короче, сделала. Мы соблюдаем, потому что она соблюдает, и я соблюдаю. Я верю в Бога, но по-своему. Я считаю, что каждый должен верить по-своему. Ну, то есть, ну, понимаете, кто-то каждый день ходит в церковь, там, соблюдает все посты, а кто-то верит в Бога по-своему. Ну, я думаю, что не нужно соблюдать пост. Но если человек хочет угодить Богу, то он должен раскаяться в сердце, в своем, в душе. Вспомнить все самые важные события недели коллектив нашей редакции предлагает выходные. В этом поможет итоговая программа «Город. События. Люди». В марте один раз вот в этом году, первый раз у нас вот так вот затопило. У нас в сентябре, в августе затопило. Тоже все замерзло, не успевало все сохнуть. Мы печку топим уже, сколько уже, три раза в день там топим печку. Уже угла у нас нет, дров тоже уже мало осталось там. Ну, в общем, страшно. Жителям какого района Благовещенска больше всего досталось от проливного дождя, где в областном центре создадут экопарк. И кто стал лицом чистой акции «Город. Берегу». Об этом и не только мы расскажем в итоговой программе. «Город. События. Люди» смотрите в субботу в 18.20, в воскресенье в 10 утра и после 8 вечера. Художественный фильм о легендарной Маргарите Назаровой, которая прошла путь от жизни в немецком плену до славы всемирной известной дрессировщицы и актрисы, смотрите на канале «Город. 24». Первая серия в эту субботу в 16.20. А я с вами прощаюсь. Звоните в редакцию, присылайте на наш WhatsApp свои истории, фото и видео. Самые интересные станут новостями в программе «Город». Хороших выходных и до встречи в эфире. Днем он стихнет до 8 метров в секунду, станет теплее всего на градус малооблачно. Вечером разъяснится, столбики термометров упадут до нуля, едва заметный ветер с севера. Ночью со скоростью 3 метра в секунду будет дуть с юга-запада. Ноль, плотные облака не позволят любоваться звездами. Атмосферное давление не удержится в пределах нормы, на протяжении всех суток будет высоким. 753 миллиметра ртутного столба. Проведите выходные с пользой. Можно ли поменять фамилию ребенку и чем заняться с собакой хаски? На эти и другие вопросы ответит телесправочник в студии Алена Лепкалова. Здравствуйте! Первой в редакцию обратилась Елена Чистякова. Благовещенко боится стать жертвой мошенников. Поэтому решила еще раз уточнить, кто имеет право проводить поверку индивидуальных приборов учета воды. Поверку индивидуальных приборов учета вправе осуществлять только аккредитованные юридические лица индивидуального предпринимателя. Например, на территории города Благовещенска указанную поверку могут осуществлять ООО «Амурские коммунальные системы». Самостоятельно проверить пошла тайная организация, аккредитацию можно на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации. Следующий вопрос поступил от Марии Долговой. Благовещенко слышала, что в соцзащите продлили беззаявительный период на некоторые выплаты. Теперь хочет узнать точно, на какие. В конце декабря 2020 года правительство Амурской области было принято решение о продлении выплат еще на 2 месяца беззаявительно. То есть у нас пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на 3-го и последующего и ежемесячная денежная выплата на ребенка до 3-х лет. Для граждан, у которых в период с 1 января по 28 февраля наступает срок обновления сведений, эти виды выплат будут продлеваться автоматически на следующие полгода. В конце прошлого года на работе написал заявление о переходе на электронную трудовую книжку. Что изменится, правда, не совсем понял, поделился с нами благовещение с Максим Емельянов. И спросил, какую информацию туда будут вносить. Развелись с мужем. Наш 12-летний сын живет со мной. Я хочу сменить его фамилию на свою, девичью. Можно ли это сделать без согласия его отца? Органы опеки и попечительства решают данный вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Мнение другого родителя не обязательно в следующих случаях. В случае невозможности установления местонахождения второго родителя, в случае признания его недееспособным, в случае лишения родителей родительских прав, а также в случае уклонения безуважительных причин от воспитания и содержания ребенка. Если же биологический отец против смены фамилии, то данные изменения возможно внести только в судебном порядке. На день рождения муж подарил мне собаку породы хаски. Очень хочу заниматься с ней в городской федерации ездового спорта. Расскажите, чему там могут научить? Последний на сегодня вопрос задала Вера Тарасова. Есть бесснежные и снежные, дисциплины снежные. Это нарта, либо это лыжи. Бесснежные бег, каникрос на велосипеде и еще карты есть. Легкие нарты 1-2 собаки, есть нарты 2-4 собаки и нарты 4-10 собак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова